Добрый день! Подскажите, пожалуйста, о вашем участии в данном форуме, какие вопросы поднимаются. Ну, хотел бы, во-первых, отметить, что на моей памяти это, наверное, первый форум вот такого масштаба по теме возглавляемой энергетики. У нас есть ряд конференций, которые ежегодно проводятся и в Москве, и в других городах. Но площадка РВ в Ульяновске действительно собрала большое количество, причем не только участников сектора, как инвесторов или промышленной группы, но и представителей различных технических решений, экспертных организаций. Поэтому, на мой взгляд, это именно та площадка, где мы можем не только познакомиться с поставщиками решения оборудования, но и подискутировать и с регуляторами сектора, и с участниками сектора на тему оптимизации механизмов развития и стимулирования возглавляемой энергетики в России. Я представляю и Ассоциацию развития возглавляемой энергетики, и консалтинговую компанию «Выгонконсалтинг», в которой мы также плотно занимаемся развитием возглавляемой энергетики, работаем с рядом инвесторов и предлагаем различные механизмы финансового стимулирования этого сектора. В Ассоциации мы уже сейчас объединяем 10 игроков, основных игроков нашего сектора, общий портфель которых уже составляет 5 гигаватт, то есть это все ведущие промышленные группы, которые представлены на оптовом рынке. И, безусловно, ожидаем от этой конференции некой резолюции, которую бы рекомендовало правительству все-таки продлить механизмы поддержки, дать четкий долгосрочный сигнал о том, что сектор будет развиваться, так как 2019 год, по сути, является ключевым этапом, так как объемы, которые предполагается ввести до 2024 года, практически все разыграны на конкурсных отборах в 2018 году. К 2018 году осталось около 5%, и, конечно, для потенциальных инвесторов, для тех групп, которые пришли в Россию, крайне важно увидеть и услышать сигнал от регуляторов, от правительства о том, что этот рынок будет поддерживаться и дальше, о том, что они смогут реализовывать свои мечтационные проекты и на горизонте более длительным, чем в 2024 год. Поэтому сектор ожидает услышать какое-то решение именно в 2019 году, чтобы уже в 2020 на конкурсном отборе мы не увидели нулевые цифры по целевым показателям этих отборов, а все-таки увидели новые объемы, которые бы разыгрывались на 2025 год. Я модерирую сессию по финансовым инструментам и по розничному рынку, в части финансового рынка, почему эта тема важна, и мы ее поднимаем активно и в рамках ассоциации с участниками, и работаем по этой теме плотно в рамках консалтинговой практики нашей, так как сейчас объем инвестиций в этот сектор уже составляет около 700 миллиардов рублей, и безусловно привлечены колоссальные ресурсы и промышленности, и инвестиционных групп, и рано или поздно рынок потребует новых решений, новых инвестиционных продуктов, новых финансовых продуктов, и к этому наш финансовый сектор должен быть готов. Здесь мы говорим о зеленых облигациях, и о введении зеленых сертификатов, и о возможности структурирования каких-либо целевых инвестиционных фондов, которые могли бы целенаправленно поддерживать именно проекты устойчивого развития, то есть именно та практика, которая в мире реализуется. Поэтому сейчас на сессии по финансированию мы с крупнейшими банками Российской Федерации постараемся обсудить, какие проблемы стоят перед сектором, каким образом можно повысить эффективность инвестиционного процесса, как раз двигаясь к повышению конкурентоспособности, сектор зеленой энергетики, снижение ставок по кредитам, ну и может быть выработать предложение по принципиально новым для российского финансового сектора финансовым продуктам, которые бы этому способствовали. Говоря про розничный рынок, здесь стоит упомянуть, что действительно основной упор и акцент на таких мероприятиях мы делаем прежде всего на оптовый рынок электроэнергии, там где работают объекты мощностью свыше 5 мегаватт, но за скобками у нас остается розничный рынок, на котором также есть механизмы поддержки, они приняты в 2015 году, но, к сожалению, этот сектор двигается не так активно, так как, в отличие от оптового сегмента, целевые показатели четко там не зафиксированы. То есть, по сути, каждый регион вправе самостоятельно определять те объемы, в рамках которых планируется развитие того или иного типа обозволяемой энергетики на территорию субъекта, самостоятельно определять механизмы и степень поддержки. И, конечно, это определенным образом мешает активному развитию, потому что регионы какие-то занимают более проактивную позицию, какие-то, собственно, просто занимают выжидательную позицию, ждут инвестора, пока он к ним придет и синициирует проведение регионального конкурсного отбора. Сессии по розничному рынку, который будет утром, мы планируем и с участниками, именно с инвесторами этого сектора, и с Советом рынка, и с региональными органами власти обсудить, каким же образом можно поменять правовую конструкцию для того, чтобы эффективность этого сектора повысить, привлекательность инвестиционную тоже некоторым образом поднять и сделать это направление более прозрачным для потенциальных инвесторов. Так как на данном этапе это очень эпизодические проекты, которые можно пересчитать по пальцам, то есть в отличие от оптового рынка, это, образно говоря, 3% от объема оптового рынка у нас сейчас реализуется на розничных рынках, именно региональные рынки электроэнергии. Вот, собственно, ожидаем, что в результате этих оживленных дискуссий нам удастся выработать определенные рекомендации, резолюцию для того, чтобы четко отметить, какие нормативные акты, какие положения у них следует изменить, каким образом, может быть, с помощью небольших корректировок можно снять ряд барьеров для того, чтобы эти проекты реализовывались более активно и эффективно. Редактор субтитров А.Семкин